Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как думаете, возможно ли построить здоровые и полноценные отношения с мужчиной в моей ситуации или уже невозможно ничего изменить? Нет, ну здоровые и полноценные отношения построить можно всегда в другом случае. Вопрос в том, что считать здоровыми и что считать полноценными отношениями. Если вы позиционируете себя как человека холодного и в целом отстраненного и так далее, то вероятно вам нужен человек, которому было бы с вами комфортно. Такого человека найти в принципе можно, если у вас есть общие интересы с ним. Я думаю, что глобально, помимо таких довольно-таки предсказуемых оснований для того, чтобы вам отношения не строить, да, и оснований для препятствий в построении отношений, есть проблематика того, что у вас в принципе есть как бы специфический обособленный взгляд именно конкретно на мужчин. То есть вы видите мужчин именно как мужчин. Но мужчина это второстепенно, а то и третьестепенно роль, которая проявляется в отношениях. Вообще-то в начале проявляется роль общечеловеческая, общесоциальная и только потом проявляется роль мужчины. Если же в мужчине сразу видеть мужчину, то тут я бы сказал у любого человека, а не только у вас возникнут проблемы. Ну вот, ну, по аналогии с тем, что вот иду я по улице, вижу женщину, и мне эта женщина кажется привлекательной. Я вижу в ней женщину и сразу начинаю общаться с ней как с женщиной. Ну это, мягко говоря, выглядит странно будет, вот. Понимаете, какая история. Поэтому я думаю, что вот такая обособленность и выделение, скажем так, в человеке его пола, в данном случае мужского, является следствием того, что вы не привыкли выстраивать отношения с людьми именно на основании интересов. Вот, а больше привыкли выстраивать отношения именно, вот, что называется, с полом, с мужчинами. Вот, ну, выстраивать отношения с полом, это конечно хорошо, но я могу вас заверить, что хорошо это только лишь на более, скажем так, поздних этапах, на более поздних этапах, вот. И никак не хорошо, никак не хорошо на этапах разных, вот. Понимаете? Понимаете, да? Какая история. Вот. Поэтому тут вот очень важно эти моменты по возможности дифференцировать. Дальше. Или уже невозможно ничего изменить? Нет, изменить все возможное. Вопрос в том, что именно. Понимаете, какая история. На мой взгляд, вы делаете такой системный, деструктивный, как мне видится, шаг в отношении себя. Вы преследуете цель себя изменить. Менять себя не нужно. А что нужно, так это актуализировать. Максимизировать, может быть, ваши ресурсы и ваши способности определиться с тем, что вы можете. Именно можете. Не то, что вы должны, а именно то, что вы можете. Это отнюдь не то же самое. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Поэтому я думал, что одним из ключевых аспектов вашей ситуации является то, что вы вполне возможно просто не совсем верно подошли к своему вопросу. Я бы сказал, не в той позиции вы к нему подошли. Вы подошли в позицию того, что с вами что-то не так. Вы подошли в позицию, что какая-то вы не такая и вам нужно меняться. Я, конечно, не знаю, как именно вы работали с психологом, но я повторюсь, эта позиция, по крайней мере, у меня вызывает вопросы, относительно ее эффективности. Вот. На мой взгляд, это совершенно не эффективно и совершенно не гуманно. Вот. Ну, по отношению к, допустим, вам, да? Вот. По отношению к вашей, так скажем, личности. На мой взгляд, это позиция, которая, к сожалению, вас только, так скажем, дискредитирует. Вот. И я думаю, что, ну, я думаю, что нет ничего такого особенно аномального в том, что вы сейчас испытываете, что вы сейчас переживаете. Вот. На мой взгляд, это как ни печально, но то, что вы испытываете, то, что вы переживаете, это нормально. Это нормальное следствие. Это следствие, как мне кажется, деструктивного, деструктивной постановки, задачи деструктивной постановки цели. Дальше. Мне 32 года. Все мое детство я сталкиваюсь с физическим и сексуальным насилием. Один из родителей страдал от лакозависимости. Вы пишите, что до нас замагались все, кто только мог, когда вы были ребенком. Мне очень жаль, что вы сталкивались с этим опытом. И я думаю, что одна из основных проблем здесь заключается в том, что во-первых, человеку кажется, что он не может дать отпор, в случае чего. Во-вторых, человеку кажется, что все, ну вот в данном случае мужчины, хотят только одного. То есть есть проблематика вот личных границ, личных границ. Вот. И, в общем-то, человеку кажется, что с ним что-то не так. Ну, к другим же не пристают, да? Вот. А ему пристают. Вот кажется человеку, что с ним что-то не так. А вот с этими моментами в первую очередь и нужно работать. Помимо, это помимо. Это помимо того, чтобы проживать некое такое ощущение беспомощности, которое, с которым естественным образом сталкивается в данном случае человек. Вот. И это помимо того, чтобы проживать, скажем так, определенное чувство стыда, которое также присутствует и также имеется. И это чувство в данном случае является, ну, как мне думается, как мне видится, это чувство является катализатором того, что вы сдержанно ведете себя по отношению, значит, к... мужчинам. Вот. Ну, в целом, да. То, что у вас такой вот очень болезненный опыт общения с мужчинами, конечно, не может не оказывать влияния. Вот. Другой вопрос, что даже с учетом этого влияния вы можете выстраивать отношения с мужчинами, но я подчеркиваю, что есть мужчина, да, и что есть личность, это вот не одно и то же. Совершенно. Не одно и то же. Я выросла, мне все осознало, что именно все осознали. Отец был груб и ходил ко мне, мог при всех ответить мне очень грубо, с матом, и все были, и все даже были в шоке. Ну, здесь, что называется, такой элемент, я бы сказал, коалиция, то есть, вот эта вот история, что все были в шоке, да, это значит, что не только я, да, но вот и там, условно говоря, ну, кто-то еще, да, то есть другие люди. Мы мало общались, хоть и шили вместе. Он просил пить, когда я была уже взрослой, благодаря мне я наводила с ним общение и контакт. Вероятно, благодаря вам, но без участия вашего отца это было бы невозможно, поэтому вам было бы полезно здесь признать участие вашего папа. Сейчас у нас нормальное отношение. Что значит нормальное? Я простил его за все, за грубость, за любовь и безразличие. Вот интересно, что вы сделали для того, чтобы его простить и как вы поняли, что простили? Да и были хорошие моменты, я стараюсь менять только их, они нам и помогли наладить отношения. Я думаю, что игнорирование не очень хороших моментов является, в общем-то, бегством от болезненных переживаний, потому что признаком зрелости отношений является возможность говорить не только о приятных вещах. Сейчас все иначе, он говорит о чувствах о любви, я работала с психологом и приходила в психотерапию. Как работали, с каким психологом, как вы оказались у психолога, какой был запрос и так далее. И почему завершили, то есть снова, что привело к завершению. Сейчас мне 32 года, у меня ни разу не было настоящих отношений с мужчиной. А как у вас с интересными жизненными вопросы обстоят? Как у вас вопросы обстоят с социальными контактами и с текучкой этих социальных контактов? За все время было всего 4 мужчины, один виртуальный абьюзер, отношения были в интернете, мы не виделись в реале ни разу, он унижал, оскорблял меня, до сих пор не понимая, зачем я общался с ним. Ну, потому что это подчеркивало ваш образ, который вы себе нарисовали. Только такого отношения вы и были достойны, судя по всему. Тогда я была совсем маленький и глупый, наверное, не понимала еще всего. Возможно, не понимали, но насчет того, что вы были глупы, я бы не стал говорить. Потом было 3 мужчины, мы общаемся год-два, но все это общение на расстоянии, его мало, редко. Звонки, это наши встречи, они не идут на контакт, и я не иду на контакт, они молчат, и я молчал, они отдаляются, и отдаляются. Такие отношения абсолютно холодные. Ну, во-первых, здесь нужно спросить у вас обязательно следующее, устраивает ли вас такая пассивность? Это первое. Потому что, ну, я думаю, вы не будете спорить с тем, что вот довольно пассивно выступают в отношениях. Это первое. И второе, это то, что, собственно, то, чего я не понял. А общего-то между вами и мужчинами что? Общего-то есть что-то вообще между вами или нет? Вот, чего я не увидел. То есть, ну, вы общаетесь на расстоянии. Да, помимо того, что это вызывает вопрос, почему, ну, почему на расстоянии? Почему все ваши отношения это отношения на расстоянии? То есть, как бы, реальное общение, реальное взаимодействие с человеком, оно базируется на интересах совместных, на общих интересах. Вот. Ну, как бы, непонятно. Есть ли у вас общие интересы или нет? Если есть, то какие? Да, с этими людьми. Вот. Если же общаться с такой позиции, что я проверяю, насколько ты мне интересен как мужчина, ты проверяешь, насколько ты мне интересен как женщина. Вот. Если с таких позиций общаться. Ну, такое общение, как я уже сказал, ну, никуда особенно не приведет вас. Я не могу дать тепла, я не получаю тепла. Ну, а себе-то вы тепло даете? Я работал над собой более пяти лет с психологом и одна, и все равно ничего не получается. А над чем работали? Какую задачу ставили? Я вот что-то как-то не очень понял этот момент. То есть, что это главная задача? Что? Задача дать тепло кому-то там? Кому-то там? Или как? Или, ну вот, в чем задача? Просто вот, ну вот, если можно, да, то вот, хотелось бы как-то вот несколько лучше понимать, о чем идет речь. Потому что, сейчас пока что, я бы сказал, что цели, психотерапевтические, например, цели, весьма расплывчато. Ну, у вас расплывчато. И если они расплывчато, то, ну, я не удивлен. Я не удивлен. В таком случае, потому что у вас ничего не получается. Хотя, если вы, значит, ну, пытались сделать из себя кого-то. Так, значит, все равно ничего не получается, я устал бороться с собой, устал менять себя. Ну, менять себя не нужно, я повторюсь. Задача не в том, чтобы себя менять, задача в том, чтобы себя скорее, ну, понять. Вот. Это, наверное, более, такая гуманная задача. Дальше. Я устал, а так, сейчас я понимаю, что навсегда останутся такое искалеченное изуродование. Ну, ваша искалеченность и изуродованность присутствуют только у вас в сознании. Вот. За счет чего вы искалечены и изуродованы? За счет отношений и действий других людей вас это никак не характеризует. За счет своего отношения к людям, ну, то, что у вас специфическое отношение к людям, это может быть. Но, поверьте, поверьте, то, как вы пишете, то, как вы выражаетесь, в целом создает то ощущение, что человек вы, как минимум, в покое, который может быть теплым. Это многого стоит. А дальше, значит, я могу лишь все принять, как есть, и быть всегда одна. Но, абсолютно, нет связи между тем, чтобы вы приняли все, как есть, и быть одна. Мне бы хорошо быть одной, мне тепло самой с собой, но, как любой человек, мне хочется семьи и детей. А я думаю, что отец семьи и детей, как бы, в отрыве от человека, другого партнера, я имею ввиду. Это все-таки про наделение семьи и детей определенным смыслом. Я бы так, я бы так сказал. Поэтому я думаю, что то, что вы хотите семью и детей без, грубо говоря, привязки к партнеру, говорит о том, что желание у вас другое. Не связано как таковое с, собственно, детьми и семьей, вот. Но оформлено таким образом. Вот здесь мне бы очень не хотелось, чтобы вы себя обманывали. Потому что самообман вам, на мой взгляд, хорошего ничего не даст. Спорить с вами и доказывать, например, что вы не хотите семью и детей как таковые сейчас, я тоже не буду. Ну, в этом нет практического смысла, если вы согласны со мной. Отлично, хорошо, если нет, ну, значит, нет. Я не буду с вами спорить, не буду что-то доказывать. Я опираюсь в данном случае, в данном случае я опираюсь на свой опыт, скажем так. Вот, и почти всегда, если вот начинать задавать вопрос человеку, да, вот, ну, грубо говоря, человек хочет, значит, семью, да, вот, вправду, да, зачем? 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 Зачем тебе это? Вот, если вопрос, значит, ставить таким образом, да, то почти всегда можно, условно говоря, прийти, ну, прийти к чему-то, можно прийти к чему-то, вот. Понимаете, да, поэтому, если, если человек приходит к чему-то, ну, вот, разбираю такие аспекты, то, значит, дело не в семье идет, вот, а дело в чем-то другом. Дело в чем-то другом, чего человеку хочется, но вот тот человек, значит, оформляет именно, именно вот в такую форму. Это не хорошо, не плохо, вот, но, опять же, как мне думается, задача психолога заключается в том, чтобы помочь человеку, как-то, вот, разобраться в том, чего же он хочет, вот, чтобы оптимизировать, актуализировать свое, скажем так, поведение, и, чтобы более эффективно достигать своих целей, вот, по возможности, конечно же, не смешивая одно с другим, вот. Так как, например, вы это делаете, ну, так как, например, вы это делаете, допустим, сейчас, ну, сейчас, да, вот. Дальше, значит, так, я не понимаю, что, ну, я не понимаю, что, наверное, мне не стоит рожать детей, так как я боюсь изродовать и покалечить их так же, как это было со мной, ну, ничего не будет, скорее всего, ну, перешивать вам здесь абсолютно не о чем, я не могу открыться и довериться мужчине, вам не нужно открываться и доверяться кому-либо, вам нужно открыться и довериться себе над водошадочным, не нужно опираться на другого человека, наверное, никогда не встречу другого мужчину, еще как встретиться, если перестанете фиксироваться на том, что вам нужно стать какой-то для этого. Сейчас я больше не хочу мне психотерапии, ничего, я устал, у меня больше нет сил. Но если вы не хотите психотерапии, зачем вы тогда обращаетесь на сайт? Если вы устали, то от чего вы устали? От того, что меняете себя? Так и не надо себя менять, я об этом уже говорил. Вы идете против своей природы, всяким образом, да, вот. От чего вы устали? Ну, можно вот как-то узнать. Итак, итак, в чем заключается ваша системная деструкция, как меня видишь? Это заключается в том, что вы пытаетесь построить здоровые отношения с мужчиной, а нужно с человеком. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на с собой работу, я желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...